Здравствуйте, меня зовут Голышева Ольга. Я занимаюсь войлоковалянием или фелтингом. С древних времен человек начал использовать в своей жизни шерсть животных. Это развивалось за счет выведения различных пород домашнего скота, таких как овцы, пони, козы. На Руси чаще всего валяне ассоциируются с теплыми и удобными валенками, специально для нашего климата. Современные валенки стали более интереснее, цветовой гамме, можно украсить по своему усмотрению, можно сделать подошву, сделать ботиночки, различные формы. Также можно сделать и различную домашнюю обувь, например, тапочки или пинетки для маленьких детей. Зимой это очень комфортная и теплая обувь. Также в войлок, современный войлок, очень развивается с технологией. В войлоке можно использовать различные ткани, шелкли, кружева, различные техники. Вот, пожалуйста, можно использовать волокна, красивые. Использовать нитки шерсти. И получится оригинальная, удобная и теплая вещь. Ни у одной модницы больше не повторится такое. Каждая женщина желает получить индивидуальную, красивую шапочку, которая есть только у нее. Второй такой повторить просто невозможно. Можно, посмотрите, какие шарфы можно делать. Необыкновенно украшенные. Можно делать и одежду. Вот, это картина. Пройдешь и будешь выглядеть, как красивая картина из галереи. Вот, шарфу в войлок можно сочетать. И, пожалуйста, с шелком. Вот, на обыкновенном куске зеленого шелка вдруг расцвели необыкновенные красивые цветы. А этот шарф с тюльпанами порадует весной любую модницу. Это очень оригинально, необыкновенно. Предметы домашнего быта такие, вот, посмотрите, как грелка на чайник. Вот, в прихожей можно повесить вот такого декоративного кота. Здравствуйте, детки. У нас есть вот кукольный театр. Вот это лисичка, сестричка. А это зайчик, попрыгайчик. А вот это вот червячок под названием кавалер. Интересное направление в шерсти валяния – это создание картин. Картина, моя картина называется, например, «Зимний вечер». Девушка на пляже, цветы, кошка, птичка и семейство кошек. Надеюсь, вам понравились мои работы.